Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы с вами поговорим об охоте с ловчими птицами. Казахский народ с давних времен вел кочевой образ жизни, занимался охотой. Суровые условия научили людей жить в гармонии с природой, уважать ее красоту и хорошо обращаться с животными и птицами. Народ очень бережно относился к своим верным спутникам – борзой, беркуту и резвому коню. Поэтому казахская охота имеет свои традиции и ритуалы. Когда именно человек приручил первого беркута или сокола для охоты, неизвестно. Но то, что этой традиции несколько тысяч лет, есть прямые, наглядные доказательства в виде петроглифов бронзового века на территории Казахстана. Охоту с птицами называют саят – охотников беркучи. Эти люди пользовались большим уважением. О них складывали кюи, им посвящали айтысы, рассказывали детям сказки, ставили в пример. Об одном из таких беркучи – жалаи шура – известна поговорка, дошедшая до наших дней. Беркут в полете изнемогает, а на земле шура поджидает. Интересно, что в разных регионах Казахстана используют для охоты разных птиц. Например, на севере охотятся с беркутами, на юге – с ястребами и соколами. Дело в том, что каждая птица предназначена для охоты на разные виды животных. Орлы хороши для охоты на зайцев, лис и даже на волков. Субтитры создавал DimaTorzok Ястребы используются для охоты на гусей и дров. Воробьиные ястребы, как правило, используются для того, чтобы охотиться на зайцев. Соколы превосходны для охоты на маленьких птиц. Самой сильной, смелой и умной птицей всегда считался беркут, которого когда-то на казахской земле называли птичьим богом. В давние времена не каждый мог позволить себе приобрести охотничью птицу. Хороший орел мог стоить 5-6 верблюдов, сокол стоил 1-2 верблюда. Такая цена обуславливалась не столько тем, что птица окупала свою цену во время охоты, но и трудностью ее приручения и содержания. Приручить хищника – дело очень непростое. Эти птицы очень гордые, вольные. И чтобы сломать характер такой особи, беркучи проделывает огромную работу. Будущих охотников беркучи похищают из гнезда. Птенцы быстрее привыкают к человеку и вскоре начинают выполнять легкие команды. Приучить можно и взрослых птиц. Вот только их волю придется подавлять с помощью пут, которыми обвязывают ноги беркута. На голову надевают кожаный колпачок и изнуряют тренировками. При этом птицу не кормят, не поят и лишают сна. Через время даже самая гордая особь подчинится человеку. Еще один важный момент. Когда птица ослабевает, беркучи начинает кормить ее с руки. Это самый переломный момент. Так птица привыкает к человеку, и вскоре можно начать дрессировку. Обученная птица ведет себя спокойно. С ней можно подолгу ходить пешком, находиться в многолюдных местах и не бояться, что она кого-то клюнет или причинит вред. Традиция охоты с ловчими птицами дошла до наших дней. Искусство приручения хищных птиц, охоты с беркутом на зайцев и лисиц передается из поколения в поколение. Для большинства саят – это не просто хобби для души, это культура, память о предках и некие сакральные народные знания. А вы, ребята, отправились бы на охоту с беркутом? А пока вы еще не ушли, давайте ответим на контрольные вопросы. Первый вопрос. Как называют человека, который приучает хищных птиц? Второй вопрос. Как называется охота с птицами? Третий вопрос. О ком гласит эта поговорка? Беркут в полете изнемогает, а на земле шора поджидает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова